Матч номер 18 Объявим состав команды Прелузи Бузунов, сказки Степан, Дмитриевич, вратарь, номер 30 Николаев Максим Николаевич, номер 62 Казак Ян Николаевич, номер 7 Туголуков Иван Иванович, номер 6 Шестаков Василий Александрович, номер 42 Кетов Олег, ассистент, номер 8 Михайлов Виталий Игоревич, номер 22 Кирсанов Виктор, ассистент, номер 77 Маруневит Сергей, номер 12 Логинов Ярослав, номер 52 Состав команды Авангард Шутко Артур, вратарь, номер 1 Крапивин Николай, номер 5 Долгополов Кирилл, ассистент, номер 18 Пономарев Дмитрий, ассистент, номер 11 Макаров Илья, капитан, номер 2 Эдуард Тимошенко, номер 9 Франц Павел, номер 10 Марценюк Алексей, номер 13 И Костромин Руслан, номер 19 Матч обслуживают судьи Федерации Хоккея России Подеров Авертем и Костромин Даня Судья на табло, великий и ужасный Эдуард Шлыков Как мы видим, команда Прелузи активно что-то обсуждает Какие-то установки им дает Номер 62 А именно Николаев, Максим Команды активно раскатываются, готовятся к серьезному матчу Как вы можете заметить, у нас трибунский сектор сегодня полностью пустой Из-за нарушения правил пребывания на нем зрителями нашей прекрасной ледяной хоккейной лиги Убедительная просьба всех зрителей приходить на матчи в трезвом состоянии В трезвом уме Как бы не распивать здесь алкогольных напитков И тогда все будет хорошо И ледяная хоккейная лига не будет облагаться санкциями В виде отсутствия трибунского сектора Так, вот звучит финальный свисток Сейчас будут собраны все шайбочки Затем прозвучит гимн Российской Федерации И в скором времени начнется сам матч Затем прозвучит гимн Российской Федерации И мы свой шайбочки Крема мать покаять, уч 46 д trước на 6, на 6 Из harmon谷zie И припосвучит гимн Российской Федерации Летяная~~~ Продолжение следует... 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 Авангард с шайбой, по-моему, Дмитрий ее выводит через борт, опять же, никто не поддержал, никто не помог, и еще одна катапулька на борт. Файл Франц, ищет пас, нашел, да, команда Авангард показывает хорошую сыгранность, видно, ребята тренировались вместе неоднократно, чувствуют друг друга буквально порами. Набросик на ворота, добивание и гол, если я не ошибаюсь, его забивает Тимошенко Эдуард, номер 9, Сыктывкарский Патрик Кейн. Шайба остается во владениях Авангарда, резкий перевод на борт, команда Прелузия отбирает шайбу, ох, какой неудачный пас весьма. Борьба ожесточенная ведется на борту, ей шайба вновь оказывается в команде Прелузия. Наверное, стоит Прелузию чуть собраться, побольше проводить атак, слишком мало бросков у них на ворот. Так, команда Авангард, а без бросков не будет голов, это закон хоккейного мира. Так, Долгополов Кирилл с шайбой, переводит резкий набор, аккуратно надо с такими передачами. Пономарев Дмитрий на правый фланг, Тимошенко Эдуард вновь рвет в клочья всю защиту Прелузия, прострел через пятак неудачно. Итак, замуровали беднягу под номером 9, Прелузия опять находится в обороне, команда Авангард ищет в свою очередь. Моменты для реализации своего владения шайбой. Итак, Авангард шайбой опять же, немного спотыкается Павел Франц, находит отличную передачу. Что же нас ждет в ближайшем будущем? Ох, как красиво обокрал. Передача на пятак и Тимошенко Эдуард уже на седьмой минуте нашего матча оформляет дубль. Ну, это уровень, это профессионализм в первую очередь. Павел Франц, находит отличную передачу. Павел Франц, находит отличную передачу. Так, идет борьба. Шайба выходит в среднюю зону, владение команды Прелузия. Идет ожесточенная борьба на борту. Шайба покидает пределы зоны Авангарда. И опять там же оказывается. Да, команда Прелузия заряжена на борьбу, но пока что немного безуспешно. Еще ни разу не произошло взятие ворот. Но ладно, все еще впереди. А вот и Тимошенко Эдуард выходит. Три-один. Ох, какой красивый пас на Долгополова Кирилла, если я не ошибаюсь. Немного, правда, ножки у него подкосились. Задрожали, возможно, упал. Но ничего, он, кстати, неплохо таки бросил с неудобной стороны своей клюшки, но не попал, к сожалению, в створ ворот. Итак, контратака со стороны Прелузия. Слабый бросок, он даже не дошел до ворот. Николай Крапин владеет данный момент шайбой. Резкий перевод в центр зоны. Да, сыгранность на высоте у команды Авангард, что сказать. Раскатка. Николаев Максим ведет шайбу очень уверенно с новой клюшкой в новых коньках. Парень заряжен на победу. Ох, какая заявка на лакросс. Но, к сожалению, мастерства не хватает, малек. Раскаточка. Пас за кидушечкой такой. Своеобразный от Павла Франца. Не проходит, попадает в игрока Прелузия. И весьма безуспешная попытка, опять же, Максима. У нас атаковать. Максима Николаева, извиняюсь. Прелузия решает сыграть через защитника. Шайба у команды Авангард. И что же он решает? Макаров Лея решает не забивать, а попробовать какую-нибудь красивую комбинацию. К сожалению, теряет он шайбу. И она покидает пределы зоны Прелузия. Пономарев, Дмитрий, резкий перевод. Ох, пас немножко не удался. Николай Крапивин тоже не принял его. И вот атака, бросок. Неплохой бросок. Прелузия опять с шайбой. Ищет Максим Николаев какой-нибудь пас. Но весьма безуспешно. Пономарев, Дмитрий, быстренькими ручками убрал. Был готов бросить, но шайба попадает в игрока Прелузия. И стремительно покидает зону атаки Авангарда. Итак. Раскатка. Хороший пас в центр зоны от Николая Крапивина. Скидка на Эдуарда Тимошенко. Прострел на пятак. О, что за гений. Борьба на борту. Авангард с шайбой. Ох, какой прострел хороший на пятак. И Тимошенко Эдуард оформляет хэт-трик с передачи Пономарева-Дмитриева. Да, неплохо. Так, шестаков Василий Пас. Ярослава Логинова. Тот в свою очередь стремительно бежит в зону. Ох, какой танкер. Бронепоезд. Так, все успели выйти из зоны. Нету положения вне игры. И бросок. Бросок, но... А, это гол. Да, курьезный гол, но... Видимо, у Ярослава есть своего рода чуйка. Когда нужно бросить? Куда? Да, и он забивает. Счет у нас 3-1 в пользу Авангарда. Не был готов к этому вратарь Авангарда. Шурко, Артур. Но ничего страшного. Кто не ошибается, тот не побеждает. Ярослав Логинов заряжен на победу. Он бежит. Опять атакует. Но Кирилл Долгополов отбирает шайбу и выводит ее, кажется, из зоны. Да, Авангарда. Авангард летит в атаку. Проходит стремительно среднюю зону. Возможно, будет бросок. А, скорее всего, прострел на пятак. Да, неплохо, но гол. Да. Ярослав Логинов подключался. Ну, добежал, успел курировать эту атаку. Подтолкнул немного Тимошенко Эдуарда. Но не получилось. Шайба перескочила на левую сторону, к левой штанге. И ее успешно добили. Стоит быть чуть повнимательнее команде Прелузи. Уже около пятака в зоне своей защиты. Но ни в коем случае не стоит расстраиваться. Все еще впереди. Так, шайба оказывается в обладении команды Авангард. Прошу прощения. Так, Николай Максим. Пас в центре. О, какой неточный. Да. Немножко не хватает сыгранности Прелузи. Но ребята, я верю, что реабилитируются и покажут нам еще более красивый хоккей во втором периоде. Да и в дальнейшем в целом. Хороший пас от Эдуарда Тимошенко на пятак. Не был готов Долгополов Кирилл. Не совсем удобно было ему принимать. Так как сторона у юноши праворука. И как бы, ну, ему пришла... Пас ему пришел на неудобную сторону, в общем. Так, красивый виражик от Николая Крапивина. Но пас подкачал. Итак, Николаев Максим безуспешно. Но очень красиво пытается обвести, обмануть Николая Крапивина. Но Шайба покидает зону авангарда. Будет ли у нас проброс? Нет. Авангард в атаке. Он уже в зоне. В зоне команды Прелузи. Но Шайба покидает. И оказывается в зоне авангарда. Но звучит проброс. Так, сбрасывание проводится у нас в зоне Прелузи. Итак, сбрасывание за командой Прелузи. Бросок. Неплохой достаточно, но выпадает в игрока. Итак, авангард опять. Опять неточный пас. Можно было бы остановиться, чуток подумать. Ох, как ошибается Долгополов Кирилл. Но Прелузи не реализует данный момент. Подарок судьбы. Ох, какой бросок. По-моему, даже Николай Крапивин решил проверить своего вратаря. Не заснул ли тот. Да, весьма опасно. И Шайба покидает зону авангарда. Звучит проброс. А нет. Проброса нет. Вратарь сделал движение. Что в свою очередь отменило проброс. Все верно. Так. Команда Прелузи вброс Шайбы в зону авангарда. Но авангард курирует этот вопрос. Долгополов Кирилл дает на место Шайбы. У нас ищет пас. Ждет. Слышит наставление от Пономарева Дмитрия. Итак. Что мы видим? Успешно зашел авангард в зону Прелузи. Но Шайба быстро покинула эту зону. И вот уже Прелузи пыталась атаковать. Но авангард успешно вновь и вновь защищается. Доказывая нам свою силу и умение. И так. Неточный пас от Николая Крапивина. Шайба в зоне Прелузи. Николаев Максим с шайбой. Выбрасывает. Какая-то своеобразная дуэль у нас идет. Перестрелка. Из зоны в зону. Но вот Николай Крапивин делает неточный пас. Николаев Максим бросает мимо. Шайба покидает зону авангарда. В сыровой бой идет ледовая дружина. Но шайба застывает. Буквально застывает в средней зоне. И оказывается во владениях авангарда. Так. Хороший пас от Николая Крапивина. Получает Павел Франц. Макаров Илья стремится в атаку. Ищет пас. Некому ему отдать. Сейчас скорее всего надаст пас защитнику. Ох какой прошел. И добивание. Ай-яй-яй-яй-яй. А такое надо забивать. Оп. Силовой прием в исполнении Пономарева Дмитрия. Так. Или пас. Вброс шайбы в зону команда Прелузия. И есть момент. И это гол. Команда Прелузия забивает. Команда Прелузия забивает. Шайбу у нас забил. Кетов Олег. Неплохо вылез на пятак в свою очередь. Нашел маленькую луночку, как в бильярде. И попал. Попал. Молодец. И так. Бросок. Ян Казак бросал. Но очень опасно. Попал в штангу. Эдуард Тимошенко ищет передачу. Скорее всего отдаст сейчас пас. Да. Павел Франц принимает. Ох. Как они хорошо сыграли в своеобразную футбольную стенку. И вот бросок понизу. Безуспешно. Но вратарь. Вратарь Прелузия прочитал этот бросок. И не стал оставлять пустые зоны снизу. Перевод на левый борт. Долгополов Кирилл сейчас у нас с шайбой. Команда Авангард владеет шайбой. Так. Что же она придумает такого интересного? Опять запускают по борту. И опять. И опять. Все. Вновь и вновь шайба прилетает в борт. А в данный момент Прелузия подобрала ее. Эту шайбу. И пыталась вывести. Но команда Авангард вновь в атаке. Ищет Макаров Илья передачку какую-нибудь. Зонку свободную. Находит прекрасный пас. Прострелный пятак. Но не смогли подставить ворота. Взятие ворот не зафиксировано. Итак. Шайба покидает зону Прелузия. Остается во владениях Авангарда. Пономарев Дмитрий ищет раскатку. Так. Неплохо показывает нам катание. Мастерство в одном ключе. Ищет. Ищет пас. А может и бросит. Ох. Неплохо скинул Тимошенко Эдуарда. Но Ярослав Логинов курировал этот вопрос. Он видел передачу. И гола не было. Так. Вратарь у нас выходит. Нет проброса. Наверное. Пономарев Дмитрий хочет хорошей раскаточки у команды. Пас. Пас. И гол. Такая тактика, наверное, сегодня звучала в раздевалке команды Авангард. О! Подставление прекрасно. Но вот не зашла. Ну да, бывает. Подставлять всегда сложно. И вот бросок Тимошенко Эдуард. И он. Нет. Не забивает. Взять оборот не зафиксировано. Шайба будет сброшена. Судьями в зоне. Прелузья. Казак Ян на сбрасывании у нас против Тимошенко Эдуарда. Их тоже выиграл. Казак Ян одерживает вверх в этом сбрасывании. Шайба покидает. И стремительно несется в зону Авангарда. Авангарда Ярослав Логинов летит. Летит. Буквально готов сносить на своем пути все, что угодно. Все, что под руку попадется, как говорится. Итак, Прелузья с шайбой. Разыгрались парни. Но неточный пас. И команда Авангард стремится в атаку. Пономарёв Дмитрий Шайба. Бросок понизу. И гол. Это гол. Да. Пономарёв Дмитрий нашел. Сходу решил бросить. Не сильно обрабатывая шайбу. Заставил врасплох вратаря. Вот, еще одно табло. Пять-два. Танцует у нас Фодоров Артём. Видимо, находится в хорошем настроении. Звучат прекрасные композиции музыкальные. У всех все хорошо. Так, сбрасывание. Команда Авангард подъедет шайбой. Телепас защитников. Немного неудачный пас. Команда Прелузья пыталась одобрать. Но вот уже Эдуард Димошенко несется в зону. Готов. Красиво обводит. В стиле пати коккейна пас на пятак. И гол опять же между ног. Но весьма неожиданный бросок в свою очередь. И Бузунову с Казкину Степану не удается его отразить. Ничего страшного. Команда Авангард, как я уже не раз отмечал, хорошо играет в пас. И готовы сходу бросать, забивать голы. Сбрасывание. В центре реальном круге. Михайлов Иван пытался. Но не добежал за шайбой. Авангард в зоне атаки. И какой курьезный гол сейчас мог зайти. Но нет Степана месте. Иван пытается догнать шайбу. Но скорее всего нет. Про просто нет. Он молодец. Хорошо сбегал. Ищет пас. Опять паджи не глядя. Но он видел, видел, возможно, своего закомандника. Может чувствовал. Но пас не прошел. И так уже авангард в зоне атаки. Быстренько, быстренько. Николай Васильевич ищет пас. Но не находит. Пономарев Дмитрий. Раскаточка, катание, лодочка, переступчики. Все как надо. Все как в НХЛ. Шайба не покидает пределы средней зоны. Казак Иван пас. Играют, играем. Но шайба покидает зону авангарда. Немного неудачный пас. И вот атака 2 в 1. Да, как-то они не пришли к консенсусу какому-то. Ой. Поаккуратнее. Выносит шайбу в свою же скамейку. Игрок под номером 8. Кетов Олег. Он отметился сегодня результативным. Результативным очком. Он забил. Итак, сбрасывание. За авангардом. Ой-ой-ой. Что-то на латышском уже звучит. Непонятные какие-то высказывания. Видно, недоволен европейский профессионал игрой своего ротаря. Но ничего страшного. Так, авангард опять хорошо играет в пас. Распасовочка. Немного неточный пас. Но авангард в зоне. Эти мощные удары с шайбой не получаются у него. Так, так, так. Что же у нас? Броноброс не весьма неплохой. И щелчок какой мощный. Мне кажется, ударная волна этого броска. И волосы даже сейчас встрепало. Но шайба не пересекла. И не пересекла. Извиняюсь, линию ворот. Поэтому сбрасывание производится в зоне Прелузия. Бужунов, Сказкин, Степан на месте. Оказывается, что он готов оббивать все и вся. Ой. Игрок авангарда промазал. Но Николай Крапивин тут как тут. Эдуард Тимошенко с шайбой. Ищет передачу. Пас на пятак. Точно, но не прошел. И шайба покидает зону авангарда. Неплохой вбросик. А готовы ли сокомандники к этому? Готовы? Нет. Слишком поздно они поняли, что было в голове у Пономарева Дмитрия. Он хотел запустить по бортику, чтобы команда плавно подобрала шайбу. И устремилась уже на пятак непосредственно. Но звучит свисток судьи. А значит, было вне игры. Сбрасывание. Шайба в зоне Прелузия. И вот перерыв. Пятиминутный. И так, дорогие любители хоккея. У нас начало с вами второго периода. С вами все тот же Изюм Каламбур. Балуется у нас судья на табло. Что-то чихает, пыхтит, кряхтит. Ну ладно, дедушка, в общем. Все, шайба у нас у владения команды Прелузия. Ярослав Логинов стремится в атаку. Бросок. Отбивает. Вратарь авангарда данный бросок. Весьма неплохой причем. Авангард владеет шайбой. Переход в среднюю зону неудачный. И Николаев Максим теряет шайбу при входе в зону авангарда. Шайба у Прелузия. Что-нибудь интересное придумывают эти парни? Нет, к сожалению. Теряют они шайбу. Авангард. Опять играют хорошо в пас. Макаров Илья падает, но при этом до этого хорошо убьем. Ой, ну с приемом, с приемом. Что-то должно быть получше немного. Такая передача не всегда проходит. И шайба, как мы можем увидеть и зреть, находится во владениях команды уже Прелузия. Вау, резкий бросок. Весьма неплохой. И попадает шайба в ворота авангарда. Шайбу у нас забросил. Игрок под номером 7 команды Прелузия. Это Казак Ян. Неплохо вошел в зону, получил пас и реализовался момент. Молодец. Шайба у Прелузия, резкий бросок в порт, неудачно. Макаров Илья с шайбой пытается отдать пас Тимошенко Эдуарду. Она остается на крюке у Белилхи. Пяс на пятак. Павел Франц пытается добить, но неудачно. Вратарь зажимает шайбу. Сбрасывание будет производиться в зоне Прелузия. Резкий выброс. Шайба у Прелузия. Что сделает Максим? Он отдает пас. Ой, какое падение. Кому-то стоит наточить конечки. Так, шайба у нас во владениях авангарда. Долгополов Кирилл Перевод. Немного неудачно. Выйти из зоны нужно команде Прелузия. Авангард с шайбой. Павел Франц раскатывается. Ищет Пономарева Дмитрия. В тот свою очередь аккуратно ведет шайбу. И пробрасывает ее в зону Прелузия. Надеюсь, что нападающие добегут. Нападающие поборются. Нападающие все сделают. Николаев Максим с шайбой. Летит в атаку. Вау. Казак Ян. Весьма промечивое действие. Можно было и нанести травму. Эдуарда Тимошенко, который выбегает. 1-0. Наверное, найдет пас. Он отдает пас и бросок. Пономарева Дмитрия. Что-то не получается. Опять какое-то у нас звучит высказывание на финском. Не понимаю я. К сожалению, этот язык прекрасный. Очень громко кричит профессионал у нас из Европы. Так, пас неудачно. И Шайба покидает пределы с зоной авангардой. Прелузию стоит ее покинуть, так как будет зафиксировано положение не вне игры в случае Шайбы, которая запересекет синюю линию. Так, Толгополов Кирилл Шайба и ищет передачечку. Наверное, сам пойдет на раскатик. Пошел, пас нашел. Вау, красиво, красиво. Ничего не скажешь. Руки у этого парня в порядке. Так, Эдуард Тимошенко не дает Шайбе выйти, обокрал, бросил, добил и гол. Эдуард Тимошенко забивает свой четвертый гол в лиге. У этого парня дебют и он готов. Готов, готов вруать. Его недавно задрафтовали буквально в команду авангард. И вот он уже доказывает всем, что не просто так, что он готов задевать, он готов приносить пользу. Так, жура, сегодня команда Прелузия завладела Шайбой. Ненадолго. Шайба летит в зону Прелузия. Прослав Логинов, Шайба за воротами. Отдает пас. В свою очередь Максим Николаев, его принимает, ищет пас. Отдает, но неудачно справляется игрок от номера 8. И Шайба покидает зоны, скорее всего, да, покидает зону авангарда. Веский пас от Мономарева Дмитрия Сильный. Шайба во владениях авангарда. Ох, какой прострел, какой прострел, красота. Тимошенко Эдуард, подобно Конору Бедарту, молодой, красивый, перспективный. Так, борется Прелузия забирает шайбу. И вот Николаев Максим, казалось бы, бежать не хочет, но сил, видимо, не хватает. И он оставляет шайбу. Но она, причем, остается в владениях Прелузия. Идет у нас шайба Китов Олег. Тимошенко Эдуард борется. 22-й номер Михайлов Виталий подключался, но весьма безуспешно. Ярослав Логинов летит в атаку, но его бакрал. Тимошенко Эдуард борются, а не кусаются, посмотрите. Но это все по-дружески, конечно. Ледяная хоккейная лига, она популяризирует хоккей путем организации матчей товарищеских. Ну, не товарищеский, конечно, это чемпионат регулярки. Но вот недавно на днях мы были с вами в Сосногорске, где проводили матч против команды Парма-Сосногорск. В общем, респект. Респект всем спонсорам, в первую очередь, ледяной хоккейной лиги, а также ее организаторам. Итак, Николаев Максим с шайбой, прострел на пятак. Вратарь курировал этот вопрос. Логинов Ярослав шайба ищет пас за брос. Попадает он в игрока под номером 19. Авангарда, Пономарев Дмитрий с шайбой. Что придумают эти два мужественных защитника? Итак, Николай. Николай с шайбой. Вау, резкий переступчик. И сносит он с ног кетового Олега. Не готов был Олег к такому столкновению. И вот шайба под предварительным владением Михайлова Виталия норовилась пересечь Синюю линию, но неуспешно. Ирослав Логина принимает шайбу. Переход, резкий переступчик вправо-влево-вправо-влево. Вся защита офигела. Да, красиво, красиво. Что-то непонятное, да, опять звучит. Видимо, еще не успел адаптироваться к русскому языку. А, ничего страшного. Так, Макаров Илья набирает скорость на Ярослав Логинов. Тут как тут. И пытается красиво навести Пономарева Дмитрия. Но человек с многолетним стажем. Играет в первую очередь головой. И знает, куда пойдет Ярослав. Бросок, бросок по воротам. Команда «Авангард» владеет пока что шайбой. Итак, у нас Пономарев Дмитрия набрасывает на ворота. Очень хорошо, очень красиво. Шайба остается у «Авангарда». Макаров Илья показывает прекрасный маневр финт. Но шайба попадает во владение при Лузе. Ярослав Логинов летит в атаку. Может быть, он найдет передачку на Михайлова Виталия. Но нет, он бросает. Шайба оказана в средней зоне. Михайлов Виталий пытался получить пасового товарища. Немного не метко. Ну, ладно, бывает. Итак, шайба у нас упала Франца. Прострел на Николая Васильевича, точнее. На Николая Кривина он дает пасик. Не прострел. Такая аккуратная, элегантная подкидочка. Михайлов Виталий летит. Но проброс. Так как Павел Франц первым. Убегает до шайбы. Точнее, пересекает усики, так называемые. И случит проброс. Свисток. А команде Прилузя в свою очередь нельзя меняться. Пытался Шистаков Василий замениться в свою очередь. Но судья запрещает, конечно. При пробросе, напомню вам, дорогие зрители, нельзя меняться. Команде, которая организовала проброс, конечно. Итак, шайба у нас во владениях авангарда. Бросок Долгополов Кирилл. Хорошо, крученый такой, как Леонель Месси. Но не заходит шайба. Звучит прекрасная композиция группы славяне. Права у дома. Николай Максим устремляется в атаку. Что он будет делать? Нашел пас, нашел пас. Михайлов. Бросок неудачно. И подставления чуть-чуть не хватило. Максиму подставить Николаеву. Дальше, дальше. Вот уже и Павел Франц. Шайба. И что он придумает? Красиво. Да, красиво. Но, но. Вратарь Прилузя. Бузунов, Сказкин, Степан. Полностью прочитал этот бросок. И, соответственно, не дал шайбу пресечь линию ворот. Опять же, авангард в атаке. Пас. Долгополова Кирилла. Не очень удачный. Но, Прилузя все еще не выбралось. Вместе с шайбой, с зоной. Вот, команда авангард завладела шайбой, как мы видим. Подставление на пьятак. Ох, вот это очень красиво. Видимо, радость Пановарева Дмитрия. Значит, их установка удалась. Видимо, отрабатывали не один раз данный приемчик, данное такое подставление на тренировке. Забивает у нас игрок под номером и битнадцатый. А именно, Костромин Руслан. С передачи Павла Франца, конечно. Так, шайбовое владение авангарда. Что они придумают? Пас на Долгополова Кирилла. То, в свою очередь, Эдуард Тимошенко передает шайбу. Тимошенко, извиняюсь. Прострел на пятак. Ох, как красиво. Сейчас в погоне за вторым голом. Ой, за голом мог вступить. Секундочку. Марсенюк Алексей. Номер тринадцать, конечно. Неплохо подставлял, но шайба немножко соскочила с крюка с неудобной стороны и пересекла. Покинул, точнее, предел ледовой поляны. А вот Эдуард Тимошенко забивает пятый гол на сегодня. Эх, эх, вот он, канадский профессионал. Ничего не скажут. Парень сам выходит на лед и все доказывает. Это Эдуард Тимошенко. Он, подобно гоночному болиду, проходит синюю линию зоны Прелузия и влетает вместе с шайбой ворота и забивает. Что за гений? Итак, Прелузия владеет пока что шайбой у нас. Ярослав, Ярослав активно борется. Молодец, молочек. Так, Василию стоит. Ох, какой хороший пас и финт. Николаев Максим. А вот о чем я и вам и говорил, парень разыгрался. Вот у нас, вот уедет у нас номер сорок два. Василий Шестаков показывает, что передача, да, безусловно, хорошая передача. Но и стоит отметить у нас Николаева Максима, который очень красиво обыграл защитника. Игрока команда Авангард и забросил шайбу ворота. Ну, молодец тоже. В порядке, парень, в порядке. Команда Авангард выигрывает сбрасывание. Павел Франц устремляется за шайбой. Возможно, ищет передачку. Да, находит. Шайба летит в ворота у нас. Вау, Тимошенко Эдуард убирает от Ярослава. Ярослав очень сильно разогнался, не смог затормозить. И чуть лицом не разбил стекло. Очень опасно, очень опасно. Максим Николаев, вот он летит уже за вторым голом. Борется активно, борется. Немного накрывает сверху клюшку Николая Крапивина. Но Павел Франц как тут, но что за борьба. И еще Тимошенко Эдуард прилетел на гоночном болиде и влетает в эту борьбу. Не хочет он, чтобы больше забивал Николаев Максим. Конкурент его прямой. Мало ли его потом заявят за авангард. Кто знает, кто знает. Итак, Шестаков Василий у нас с шайбой. Но она покидает зону авангарда. Авангард летит в свою очередь в атаку. И сет передача у нас. Номер 13. Это Марсюнюк Алексей. Да, искал передачу на Тимошенко Эдуарда, но не совсем получилось. И вот уже шайба в зоне авангарда. Что же придумывает Павел Франц, чтобы отставить шайбу в своих владениях? Он отдает пас Долгополову Кириллу. Тот, в свою очередь, ведет шайбу, проходит в среднюю зону и оказывается в зоне атаки команды авангарда. И вот он пас. Не проходит прострел своеобразный напитак. Никого не увидел. Итак, у нас Тимошенко Эдуард красиво. Просто красота. Парень в порядке, обыгрывает. И вот пас на Долгополову Кирилла. А Кирилл летит в зону. Ищет пас, да. Прострелил на Павла Франца. Немного помешал защитник Прелузии. И поэтому Павел не реализовал данный момент. Николай Крапиншевы простреливает на Тимошенко Эдуарда. Ну, точнее, он набрасывал скорее по низу на ворота. И Тимошенко Эдуард хотел, наверное, забить. И читал, но не получилось немного. Звучит прекрасная композиция Максима Коржа. Горы по колено. Итак, у нас Николаев Максим выигрывает с броса. Летит в атаку. Вся команда авангарда, как супи, сорвались. Полетели за ним. А вот и у нас номер 8. Это Акетов Олег. Был шайбой пас на Николая Максима... Ой, на Максима Николаева, прошу прощения. Кто-то в очередь бросает. О, какой сильный бросок. Ярослав Логинов, русский богатырь. Я бы дал ему такое прозвище. Сильно бросает, сильно бьет. В общем, не хотелось бы мне с этим парнем встречаться на ледовой площадке. Почти попал по уротам. Хороший бросок. Итак, Тимошенко Эдуард. Ай-яй-яй. Вот один-один у них в дуэле с Максимом. Не дал он ему провести. Второй раз. Максим защищает ворота. Всем телом защищает. Как Харламов. Так, бросок. Неудачно. И теперь Ярослав мчится. Мчится в погоняшнице в зону команды Авангард. Николаев Максим берет на себя инициативу. Инициативный парень в свою очередь. Николаев Максим. Что придумает. Прострел, видимо, хотел сделать. Но не весьма удачно. Потому что два игрока Авангарда перехватывают эту шайбу и думают, что будут делать дальше. Так. Макаров Илья. Ой, как невольно. Он теряет шайбу, дает. Не удалось. Да что такое. Да, бывает, бывает. Слетает. Тем более снега. Посмотрите, сколько намело уже. Ребята очень активно борются. Хотят завладеть шайбой. И поэтому лед просто убивается. И шайба бывает тормозится. Да, это тоже. Это хоккей. Немного нетошный пас в коньки прилетает. Пономарева Дмитрия. Шайба покидает зону Прелузи. Теперь она, оказывается, уже в Авангарде. Макаров Илья с шайбой. Что придумает, отдает пас на Пальноварева Дмитрия. Тот, в свою очередь, в уголок у борта. Так, крутанул одного. Второго Кетова он объехал. Что будет делать дальше? Пас на Николая Крапивина. Тот, в свою очередь, заходит в зону. Пас Павлу Францу. И так. Ой, какой треугольник. Бермудский, я бы назвал. Что за чудо, что за гол. И звучит прекрасная композиция «Зима в сердце». Да, неплохо раскатали. Буквально в три передачки. Очень красивый, качественный хоккей. Профессиональный. Так, у нас шайба у ангарда. Недолго, недолго она там оказывается. Прелузия стремится в атаку. Номер 12 ищет передачку. Получает Ян Козак. Бросочек на Шестакова Василия. Шестакова Василия, что будет делать, отдает пас. На Кетова Олега. Тот, в свою очередь, бросает. Но... Гол. Гол, да. Шайба зашла. Да, мы видим. Расстроен Пономарев Дмитрий. Ну, а что сказать. Еще немного опыта у вратаря команды «Авангарда». У Шутко Артура. Но ничего страшного. Не страшно ошибаться. Страшно не исправлять свои ошибки, как говорится. Все нормально. Все хорошо будет. Тем более, что он позволяет ошибаться. Так что бывает. Видимые улыбки на лицах команды «Прелузия» и «Авангарда». Все их всем нравится. Красивый хоккей, хорошее настроение. Отличные выходы. Вот так. Сбрасывание. Шайба в зоне «Авангарда». «Авангард» с шайбой. Пономарев Дмитрий ищет ищет передачку. И дает хороший пас. Но ее, к сожалению, не принимает игрок «Авангарда». Ой, какое падение больное. Бросок. И фу, какая долгополат. Теперь ее бросал. Шайба. Не покинула зону. Судья развел руками. Значит, можно играть. И так у нас опять «Авангард». «Авангард», владеет шайбы, показывает превосходно. Сыграть бросок. Какой сильный бросок. Европейский профессионал. Он показывает уровень. Так, что придумают у нас ребята из «Авангарда». Пока что плавно водят шайбу. Бой. Куда бросил-то? Сам видел, интересно. Долгополов Кирилл. Что-то прижали к воротам игроки при лузее. Вот Логинов Ярослав вместе со своей клюшкой подбирает Долгополова Кирилла. У русских богаты, что сказать, одной рукой берет и шайбу и роняет игрока «Авангарда». И коня на скаку остановит. У нас тут немного курьезный момент. Во время смены шайба залетела в открытую калитку. и покинула пределы ледовой площадки. Будет произведиться сбрасывание в средней зоне. Будет у нас органчик кокейный. Настраивает нас на хорошее сбрасывание. Так, «Авангард» шайбой. Неточный пас, неточный пас, неточный пас. Ругаются, ругаются игроки «Авангарда». Так, интересная у нас игровочка. Долгополов Кирилл пошел в центр, будучи защитником. Зато теперь трое игроков в зоне атаки. «Авангарда» Эдуард Тимошенко простреливает. Мимо, мимо, но опасно. Так, что придумают игроки «Авангарда»? Вот, наброс на ворота, но безуспеха. Братарь, Степан, Степан у нас отбивает этот бросок. Слишком просто для него, не уровень для него. Вот, и шайба будет у нас сбрасываться в зоне Прелузия. Бросок, резкий бросок. Не ошибаюсь, если я либо шайба забедела крестовину, либо пол. Подставил. И игрок номер 77. Вот, Кирсанов Виктор подставил, да. Шайбу неудачно. Бывает такое, бывает. Это хоккей. Чего здесь только не происходит. Так. Шайба во владениях «Авангарда». Пас на Тимошенко Эдуарда. Подставление. Ой, Эдик украл шайбу. Эдуард, извиняюсь. И гол. Это гол, да, если я ошибаюсь? Забросил у нас игрок под номером 13 команды «Авангард». Марценюк Алексей. Да, неплохо подключился к атаке. Причем хочется отметить, что изначально он давал пас на Эдуарда. То, в свою очередь, обокрал вратаря из-под ловушечки. Быстренько шайбочку украл. И отдал обратно. Неплохо, красиво, да. Итак, что мы видим «Авангард» опять? Шайба во владениях «Авангард». Бросок, два броска, добивание. Молодец, Степан, отбивает. Отбивает он оба броска, даже добивание. Рассадчик. Итак, что у нас будет? Эдуард Тимошенко шайбу берет. Вот он у нас, еще пас. Молодец, нашел. И ну просто как глость. Вбил. Просто. Парамарем Дмитрий забивает у нас. Наконец-то. Итак, шайба у нас. У команды «Прелузия» броза в зону. Аккуратно, аккуратно стоит шутку Артуру так отбивать, чтобы не случилось курьезных моментов. Итак, у нас... Добивание команды «Прелузия» на шутку Артуру на одной ноге. Спасает. Сбрасывание в зоне «Авангард». Казак Ян, аккуратно. Не убьется, главное. Сбрасывает, сбрасывает у нас Костромин Даниил. Шайбу интересным образом отвернулся он в момент броска. Шайбы сбрасывания. Ну, это таксика профессионалов тоже. Вот. Так, у нас «Авангард» с шайбой в зоне «Прелузия». Владеет активно. Эдуард Тимошенко набрасывает. Он бросает на ворота, прошу прощения. Николаев Максим стремится в атаку. Пас на Казака Яна. Что придумывают эти молодые парни. Пас, пас. И мимо кассы. У нас Михайлов, если не ошибаюсь. Не попадает под шайбы, хотя мог, но бывает. Ничего страшного. Всем, друзья, всем ошибаемся. Долгополад Кирилл тут как? Тут успевает. Подобно Аркадию Параозову. Спасает от вне игры команду «Авангард». Итак, у нас неплохой бросок, правда, в пузо. И Степан у нас спокойно с этим справляется. Шайба будет сбрасываться в зоне «Прелузия». Воу, бросок сбрасывается. Интересно. Так, 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 так. Шайба у нас... у Прелузия, если не ошибаюсь. Да. Так. Николай... Николай Крапиевн с шайбой. Пас на Эдуард Тимофенко. Удачно. Но немножко не принял Эдуард. Что предпринят эти два интересных игрока команда «Авангард»? И так, у нас активная борьба. Ярослав Тельборд не сносит. Бросок, бросок от Максима Николаева. Резкий период в центр. И вот у нас уже «Авангард» в атаке. Один в один. Да, немного неудачно. Ярослав несется с шайбой. На! По башке! Получил у нас удар Тимофенко. Ничего страшного. Надо быть немножко поаккуратней. Такое просто две минуты можно получить ненароком. Город Тимофенко, шайбы у нас. Что придумает? Две минуты у нас второго периода. Далее будет 15 минут для перерыва для подготовки льда у нас. Так, ой, в конек не точно, весьма из шайба покидает пределы зоны «Авангарда». И теперь бросок Пономарев, Дмитрий, неплохим, счастливым броском. В поселке они забивают в дальний угол. Молодец, хороший бросок. Пономарев, Дмитрий, неплохим, счастливым броском. Так, Город Тимофенко, броском. Бусунов с Калькин Степан отбивает. Дмитрий Пономарев, номер 11. 14, 5-14, прошу прощения, у нас счет. Пульзу «Авангарда». Так, сбрасывание в зоне «При Лути». Активно атаковала у нас команда. У меня бросок. Вау. Сильно, но Степан курирует бросок. Дмитрий неплохо зарядил так. От синей, ой, какой пас на пятак. Не готов. Не готов. Игрок команды «Авангарда». Что у нас будет? Шайба покидает. Покидает зону. И вот Василий из Шостунов несется. Шостунов, прошу прощения. Шостаков. Вот, извиняюсь еще раз. Встретимся с Вами в третьем периоде. Итак, дорогие зрители, начало третьего периода. Еще одно добло. 5-14, пользу «Авангарда». Итак, шайбой завладела команда «При Лузи». Максим Николаев летит в сторону ворот. Не забивает. Неплохой бросок с неудобной. Только мимо. Не очень удачный пас от Василия. Ярослав, в свою очередь, заносит шайбу в зону. Неплохо. Так. «При Лузи» с шайбой в зоне «Авангарда». Пас на битак. И нет, не справляется игрок номер 12 с шайбой. Шайба выходит. Или Павел Франц летит в атаку. Зи бросок. Нет, гола нету. Неплохо раскатали «Авангард». Но не удалось им взять ворота. У нас атака. «Авангарда» не удалось. Шайба переходит в зону «Авангарда». «Играть» звучит команда от «Суди» главного. Но нету проброса. А вот тут уже, по-моему, да, проброс. Никто не принял пас. И все. Шайба будет сброшена в зоне «Авангарда». Летит Ярослав. Ой, извиняюсь. Команда «Авангард» выбросила шайбу в сторону ворот Прелузия. Ну и получила заслуженный проброс. Итак, «Авангард» в атаке бежит. Павел Франц справа от него. Макаров Илья. Бросок? Нет. Побивает. Мужунов, Сказкин, Степан. Эдуард дает пас на Павла. Так. «Авангард» в атакуе. Молодец, Фирил. И вот Максим Николаев. Аккуратно. Чуть не снес артеря. И посмотрите, как всем телом закрывает Долгополов Кирилл траекторию шайбы. Максим, конечно, к сожалению, не попал по воротам. Но молодец Кирилл. Проявил мужество. За что и хоккейные боги наградили его команду еще одним голом. Панамарев Дмитрий забил шайбу. Забросил шайбу. Прошу прощения. Ворота Степана. Итак. «Авангард» с шайбой. Что придумают эти ребята? Максим, Максим Николаев курирует этот вопрос на шоу. Просчитал он их всех и перехватил пас. Итак. Шайба покидает зону «Авангарда». И у нас идет атака. Бросок мощный. Но вратарь справляется. Зажимает шайбу. После этого отдает ее Казаку Ивану. Прошу прощения за перестановки. И так. Ох, какая неплохая передача. А после нее бросок с неудобной неглядя. Неплохо. Николай Крапивин с шайбой. Завел ее в свою зону. Наверное, ищет раскаточку. Пасик какой-никакой. Панамарев Дмитрий подсказывает со скамейки своим игрокам. Итак. Тимошенко Эдуард с мясом, с болью, с кровью. Заносит шайбу в зону при лузе. Дальше поборется, возможно. И так. Неплохо. Игрок номер 13 перехватывает шайбу. Накидывает себе ее рукой и обратно. Ярослав Логинов на рандеву выходит с ротарем. Бросок не очень получилось. Оп. Хороший пас. Но не удалось забросить шайбу в команде при лузе. И так у нас Николай Максим активно боролся. Перехватил шайбу. Молодец. Отдал на Ярослава. Но Николай Крапивин. Тоже опытный игрок. Довольно-таки знает, как обращаться с шайбой. Знает, как ее отбирать. Знает, как ей пользоваться. Молодец. В общем, отбирает он шайбу. Можете в данном секунду времени лицезреть, что обе команды активно борются, показывая нам хороший хоккей. И вот уже атака при лузе. Бросок в стиле хоккеиста с мячом. У команды при лузе шайба слабо доходит до ворот. И Авангард устремляется в атаку. Но теряет шайбу. И Казак Иван подбирает ее. Хороший пас. Выход из зоны, через центрального в исполнении Николая. У Максима хорошо проходит. И, возможно, гол. Неплохой момент. Красиво. Ничего не скажешь. Но вратарь, шутко. Он декурирует этот вопрос. Еще раз повторюсь. И отбивает успешно. Возможно, Николаеву Максиму стоило немножечко приподнять шайбу. Что-то бы получилось. И так, Николаев Максим опять устремляется в атаку. Слева от него. О, вау. Был Ярослав. Он немножко пожадничал. И решил взять все под свои руки. И забивает. Забивает. Молодец, Максим. Николай Крапивин опасно играл своим телом. Почти, что в ноги. Полюбуйтесь. Очень опасный момент. Очень опасный момент. Все немного смеются. Над игроком под номером 42. Команды Прелузия. На тупых конечках он залетел в ворота Авангарда. После чего Авангард решил наказать. Команду Прелузия. И забивает вновь и вновь Пономарев Дмитрий. Красиво, четко, просто по делу. Ничего не скажешь. Да, аккуратно надо. Аккуратно. Так. Шестакову Василию стоит быть немного поаккуратнее. Потому что его игрок в тот момент бросал. И шайба спокойно могла угодить ему прямо в маску. Стоит немного подточить конечки. Итак, что мы видим в шайбе у Авангарда. Авангард активно борется, атакует. Дмитрий Пономарев. Домер 11. Вот, Дмитрий Пономарев забивает. Забил, точнее. Молодец. Итак. Шайба не проходит в центр зоны. Центр площадки. И теперь она во владениях команды Авангард. Дмитрий Пономарев активно крутит, вертит. Переступает, семенит ножками. Молодец. Так, что он делает дальше? Неплохо проходит по борту. На пятачок он набрасывал, простреливал, скажем так. Воу. Жесткий хит в исполнении Ярослава Логинова. Звучит свисток от судьи. Да, наверное, неправильная атака, скорее всего, или грубость. Но жестко он. Жестко встретились они с Пономаревым, Дмитрием. Очень жестко. Ярослав парень у нас такой, немножко горячий. Русский богатырь, как я уже отмечал, снес просто Пономарева, Дмитрия. Очень жесткая атака. А нет, поправка. Удаление не наблюдается. Просто остановили игру в целях того, чтобы Пономарев, Дмитрий, восстановился. Вот он сел на скамейку. А теперь бросование у нас производится в средней зоне. Извиняюсь. Пошла атака. Пролетает, пролетает. Ярослав очень опасно играет этот игрок. Команда Прелузи атакует. Спокойный забросик в зону. Ну, парень в недоточных коньках отдает пас Максиму Николаеву. Ярослав Шайбой обманул одним движением, обманул другим, бросил. И опять же, наброс на пятак. Немножко неудачный. И Шайба покидает зону авангарда. Под предварительным владением Эдуарда... Ой, Павла Франца, прошу прощения. Итак, у нас уже Максим Шайбой завладел в зоне авангарда. Что он придумает? Возможно, найдет пас. Нашел, нашел Ярослава, который еще закричал в середине площадки. Ох, как они борются. Молодцы, ребята. Толкаются, кусаются. Красивый хоккей показывает обе команды. Бросок. Попадает в игроков Николаев Максим. Что будет дальше? Интересно. Выходит Шайба и его уводит. Долгополов Кирилл. Так. Макаров Илья на Долгополова. Долгополов бежит. Скользит. Парит. Итак. Мешается немного гастерамин Данил там. Ну, это ничего страшного. Бросок был возможен, но Долгополов Кирилл сделал очень красиво. Обманным движением отдал пас. И его сокомандник забивает. Забивание простую, но красивую шайбу. Молодцы, ребята. Хорошо в пас играют. Очень опасно упал Николаев Максим. Чуть-чуть шайба попала под визор. Это очень опасно. Шайба, прошу прощения, клюшка. О, какой жесткий у нас Ярослав. Бьет всех и вся. Жесткий нрав у него. Итак. Что придумает игрок под номером 19? Пытался забросить, но Бузунов-Сказкин переиграл его. И отбил. Молодец. Зажал шайбу своими телом. Поехали. Пожалуйста. Шайба ворота на мае. Привозь и забрось ее. А если не подсуну. А если Морсинюк, да, молодец. Забрасывает шайбу. Номер 13. Команда в ангар. Так. Максим Николаев мешался в оборонные действия. Летит с шайбой. Кричит. Пономарев Дмитрий дает установочку. Но Максим будто метеор пролетает. Русская ракета. Вот Пономареву Дмитрию можно было отдать. Куда отдал? Куда он отдал? Да, я бы на месте Дмитрия тоже бы расстроился. Очень кривой пас. Бывает такое. Стоило Долгополу у Кирилла немножко поднять голову. Бывает. Ничего страшного абсолютно в этом нет. Ой, как боится. Не нравится Ярославу, когда у него забирают шайбу. Максим Николаев спокойно и уверенно выводит шайбу из зоны. Пономарев Дмитрий в свою очередь быстро набирает скорость. Полетел. Так, шайба во владении Прелузия. Прелузия в атаке. Ярослав шайбой. И мешает ему Эдуард Тимошенко. Так, идет борьба активная очень у этих двух молодых ребят. Один был, другой технарь. И вот шайба уже понавалил Дмитрия, который, оу, как в стиле Никиты Кучеров хотел. Он исполнить бросок, но скорее всего у него просто сошла шайба. Бывает и такое. Значит, шайба остается во владениях авангарда. Что придумают эти ребята? Долгополову Кириллу приходит шайба. И гол или нет? По-моему, шайба... Улит. Улит назначен. Да. Интересно. Видимо, кто-то своим телом из игроков Прелузия зажал шайбу, лег на нее. Что, конечно же, в такой ситуации может свидетельствовать лишь булиту. Конечно. Кто пробьет у нас булит? Костромин Руслан у нас пробивает номер 19. Итак. Так. Берет разгон. Едет прямо линейно, ищет, 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 ищет. И нет, мимо с неудобной. Попал в штангу, бывает. Ничего страшного. Так, шайба у ангарда. Окей, потеря. Николай Крапивин добавил пас на Эдуарда Тимошенко. И вот уже 3 в 1 атака пас на Эдуарда, который, к сожалению, не забивает. Бывает и такое. Итак, что у нас за воротами небольшой сумбурчик, суматоха, шайба авангарда. Авангард в атаке. Что придумает Павел Франц? Ой, неудачно сходит шайба с крюка. Падает Николаев Максим. Готов он лететь в атаку. Не дают ему так просто это сделать. Павел, все тот же Павел Франц. Молодец, активно. А Тима сыграл его как в атаке, так и в защите. Нападение, да, она в защите. И вот уже шайба в зоне Прелузи. Гол, гол. Забивает Долгополов Кирилл. Увидел свободную щелочку. Молодец. Переиграл вратаря резкой остановкой за воротами. И с удобной же для себя стороны резко вывел шайбу в ворота. Завел. Так, Степан у нас собрался. Как будто бы попало ему что-то по спине. Но нет, все в порядке. Это хорошо. Тем не менее, на табло у нас уже 18-6. Польза авангарда. С передачи Крапивин и Коля. Шайба ворота команды Прелузи собросили в период на табло. Влетает Крапивин Коля, как высказался у нас диктор на табло. Почти хотел еще второй. Хотел отметиться голом. Помимо результативной передачи падает, к сожалению. Итак, авангард все же в атаке. Пас на пятак. Неудачно. Ярослав выводит шайбу из зоны. Так. Кто-то упал там на борту. Что-то в кочке какие-то, видимо, на льду. Я не знаю, может, магнитные бури сегодня. Так, Павел Франшайбой. На ленточке удержал. Аккуратно. Могло бы быть и вне игры. И вот полетел игрок под номером 42. Прелузи заброс в зону. Это, конечно же, проброс. Спору нет. Шайба будет сброшена в зоне команды Прелузи. Безусловно. Так, активно атакует у нас авангард. В зоне расположился он у Прелузи. Так, добивание. Нет, гола нет. Максим Николаев, в свою очередь, ведет шайбу. Выводит ее в среднюю зону. Перехват в исполнении. Эдуарда Тимошенко, который вводит шайбу активно в зону Прелузи. Бросок. Бросок. И это, это гол. Красиво сделал Эдуард. Спору нет. Одно слово, профессионал. Так, шайба у Прелузи. Посмотрим, что придумают игроки этой команды. Итак, Прелузи в атаке. Перехват в исполнении Макарова и Ильи. Шайба в зоне Прелузи. Что будет дальше? Бросок, но сильно мимо. Прелузи по-прежнему в атаке. Ярослав теряет шайбу. И падают оба игрока. И как авангарда, так и Прелузи. О, подставление. Николаев Максим атаки. О, как красиво. Зашнуровал он шнурочечки. Долгопол у Кирилла очень неплохо. Под ключечкой в отечке. И почти забил. Молодец. Николаев Максим. Шайба в зоне Альмарда. Ярослав ее ведет активно. Борьба идет активно. Бросок спитака почти что свершил. Даже скажем так. И выброс, выброс. Из зоны игрока мимо. Авангарда, прошу прощения. Будет бросок. Жестко. Ой, Пиджон. Одно лишь слово. Николаев Максим мог спокойно завершать данный момент. Но решил покрасоваться. И не забил какой отскок. Курьезно. Хочет отметить игру Ярослава, который сильно набросил. И произошел такой вот отскок неприятный от вратаря. И почти что Николай забросил. Николай, прошу прощения. Максим Николай. Ярослав шайбы при лузе в атаке. Кто-то опять кричит. Непонятно на каком нам языке. Кто знает, кто понимает, тот напишет потом, что значит все эти фразы. А так у нас авангард в атаке. Подставление. Весьма неплохое, но шайба не пересекла линию ворот. Ярослав. Ярослав выводит, 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 выводит шайбу. На проброс. Определенно на проброс. Паста долго полукрива. Кто-то в свою очередь бросает. И Степан, Степан, Степан зажимает. Да, молодец. И дал шайбу пересечь ворота. Шайба во владениях. Команда авангард. Долгой полукрив с шайбой. Туда, куда. Максим Николаев выходит на рандеву с вратарем. Обыграл. Вратарь очень хорошо сыграл. Клюшка, если вы не заметили. Не дав Максиму Николаеву завершить свой бросок голом. Полетели. Авангард в атаку. Пас на левый борт. Ищет пас. Зачем? Можно было ей отдать. Ой, кто-то влетел в ворота. Кто же это? Номер 8 у нас. Команды Брелузия. Кетов Олег. Кетов Олег, да. Макс Николаев устремляется. Атаку догоняет его до пола в Кирилл. Что же будет дальше? Вау. Какой красивый гол. Красавчик Максим. Убрал под одну руку, под неудобную. И завершил. Завершил этот момент. Наконец-то забил. Сбрасывание у нас. Команда Брелузия выиграла. Пас на Ярослава. Что придумают эти парни? Так, Максим Николаев на Матрус, которому опять. Но теперь его догоняли два защитника. Только пола в Кирилл. Молодец. Троих объехал игроков. Неплохой дриблингом показывает. Праворука доробания авангарда. И в ней игры зафиксировано. Сбрасывание будет произведено в средней зоне. Итак, шайба во владениях авангарда. Перепас защитников авангарда. Авангард в атаке. Авангард. По-прежнему авангард. И бросок. Макаров Илья завершает передачу голом. Танцует у нас очень артистично. Николаев. Максим. Бросок. Мощно. От Ярослава, богатыря нашего. Последние две минуты. Последние две минуты. Тем не менее. Так. По-моему, в ней игры могло бы быть. Но не зафиксировали. Судим. Так. Это у нас Макаров Илья. Если не шайба. И что придумает? Неплохо, неплохо. Хотелось под ноги спиной. Одни таланты у нас. Тут шоу талантов. Лучше всех. И так фас на Ярослава не проходит. И бедного Эдуарда не превратил в часть борта только что чуть-чуть. И Эдуард выносит красиво ковырочком на Эдуарда. Прошу прощения, на Дмитрия. В свою очередь не удалось ему обыграть вратаря. И вот Макаров Илья забрасывает. Да, счет, конечно, немного большеват. Но все же огромное уважение хочется выделить команде Брелузия, которые показывают невероятный характер, силу воли, которые борются до конца. Молодцы. С передачи Павла Афганского. Так, активную борьбу мы видим в зоне авангарда. Николай Крапивин, ох, как красиво по себя выводит шайбу из зоны. Отдает пас на игрока под номером 19. Тот в свою очередь бросает. Нет гола. Так. Брелузия в атаке. Пас на Максима. Что придумает этот талант юный. Пас на Ярослава. Ярослав в свою очередь бросок. Не дается ему забросить шайбу в ворота. Николай Ев Максим. Пас. Брелузия была в атаке, но уже нет. Итак, у нас Авангард устремился в атаку. Последние секунды у нас третьего периода падает игрок под номером 19. Словно споткнулся он об линию. Бывает и такое. Брелузия в атаке. Последние три секунды. Что же придумают? Все. Матч у нас окончен. Со счетом 21. 7-21. В пульсу команды Авангард. Очень красивый матч. Много красивых моментов. Прекрасная вообще атмосфера на этой ледовой арене. На нашей ледяной хоккейной лиге. Сейчас будет произведено рукопожатие. Дорогие зрители, рады были вас видеть на этой трансляции. На этой игре скоро. Увидимся в скором. Всем добра и позитива.